Прошущий привет! Сегодня в этой части, это у нас уже четвертый этап, мы будем готовить странички и подложки. Я в данный момент уже отобрала, как у меня будут выглядеть развороты, то есть я подобрала две странички, которые будут соседствовать. Один лист я разрезала по высоте странички и по ширине отрезала и остаточек у меня перейдет на соседнюю страничку. И недостающий краешек я отрезала с другого листа и буду их совмещать вот таким образом. Дальше я склеиваю и ориентируюсь я на цельную страничку. Вот я у оранжевой части край обрезала с помощью фигурного ножа на моем резаке и ориентируясь на цельную страничку, чтобы у меня был нужный мне размер. Я просто приложила и склеила вот так две части и решила ориентацию немножко поменять. За что я люблю бумагу от фабрики Декору. Как ее ни крути, она вообще очень круто встает. Следующий мой шаг это приклеивание фотографий к карточкам. Здесь я решила задействовать карточки от Примы, тоже на осеннюю тематику, ну и в общем цветовая гамма подходящая. Я сейчас представляю, как все скрапушки нервно вздохнули, потому что да, я осознаю какое-то кощунство прятать такие красивые карточки от Примы под фотографиями. И я бы так, наверное, не поступила, если бы не осенняя тематика, потому что это такая узкая направленность. Я просто не представляю, куда еще я их могу применить, и я решила прям вообще всю пачку сюда на фотографии, на подложке пустить. Она у меня здесь не в полном составе, но мне хватило, было как раз достаточно карточек. Вот фотографии 9х13, которые я как раз приклеила на эти карточки, карточки размер 10х15, чтобы разбавить черный цвет, из которого будут состоять мои подложки. Ну и чтобы вообще покрасивее, подинамичнее было, что ли. И плюс подложки будут более плотные и качественно лучше. Дальше, когда я приклеила фотографии на подложке, все распределила, посмотрела на схемы, что мне какого размера надо, пошла нарезала картсток черный. Где-то на подложках будет он, а где-то подложки я буду делать и скраб бумаги. Вот, например, подложка большая, это будет лицевая сторона, и я примеряю, как у меня будут примерно фотографии. Вот здесь будет открывашка из кусочка скраб бумаги, которую я сейчас бегаю. На этом этапе я просто готовлю, то есть я не врезаю, не приклеиваю их, я просто подготавливаю, распределяю все остатки бумаги, которые у меня остались после распределения бумаги на страничке. Чтобы понимать, сколько у меня будет обрезков, чтобы делать вырубку из нее, в общем, чтобы не попасть в конце в просак, и чтобы всего хватило, я сначала вот определяю, где какое количество бумаги мне понадобится на подложке, именно на отвороты. Вот, прикладываю, чтобы примерно приблизительно понимать, как оно у меня все это будет складываться, в какую картину. Решила на другую сторону сделать отворот, так будет гармоничнее смотреться. И вот сверху будет большая открывашка. Это уже соседняя страничка. Тут я точно так же буду сейчас приклеивать фотографии, чтобы опять же не запутаться, я пишу уже теперь, где будет конкретная фотография, где она должна находиться, я уже на подложке переписываю и приклеиваю фотографии. Я решила фотографии все пришить красивой строчкой, поэтому я вот на этом этапе пока все приклеиваю. За кадром я потом пойду и все прошью. К слову сказать, у меня ушло на это не один день. Это такое мероприятие очень кропотливое. И фотографии я по всему периметру приклеиваю. В прошлом своем фотоальбоме, который я еще не показывала, я только серединку фотографии приклеивала. Думаю, ну все равно же я буду прошивать по периметру, зачем ее всю приклеивать. И это была моя очень большая ошибка, потому что некоторые фотографии у меня просто пошли волнами, так как при шитье фотография смещалась совсем на чуть-чуть. Но этого достаточно было для того, чтобы фотография как бы немножко дыбом встала. В этом фотоальбоме я не хочу совершать такую ошибку, поэтому приклеиваю ровненько фотографии все по периметру. Итак, вот я приклеила все фотографии, и вот у меня нарезана уже бумага для подложек, для отворотов. Здесь у меня будет такой флажочек интересный. Для того, чтобы флажочек был ровный, я вот так вот по макетному коврику смотрю середину. Высота вот этой части вырезной у меня 2,5 см. Это я также смотрю по макетному коврику, ставлю точку посередине, и потом вот так вот ровненько по линеечке отрезаю. Отрезать нужно от центра, чтобы не нарезать лишнего. Поэтому вот если от центра резать, все очень ровненько и красиво получается. Таким образом у меня будет на флажочке фотография находиться с подложкой красивой. Это еще один отворот. Я сейчас буду беговать. Ту часть, которая пойдет за страничку. Как врезать подложки и приклеивать их, это у нас уже будет следующий этап, пятый. А на этом этапе, вот я по беговальной доске посмотрела, у меня не вставал кусочек от картона, картстока ровно. Это значит, что отрезаны неровно, и поэтому я решила все стороны перепроверить. И да, действительно, они были неровные. Я решила все подровнять. Этого, в принципе, можно было и не делать. Беговальная доска нам упрощает жизнь намного. Благодаря ей, там, просто выравниваешь по одной стороне, бегуешь, и все нормально. В принципе, один миллиметр не так и заметим. Но я в этом смысле немножечко повернутая. Мне нужно, чтобы все было ровно-ровно-ровно. Поэтому я решила все подровнять. Благо, в этом альбоме я решила, так скажем, экспериментально посмотреть подложки не ровненько под фотографии, да, а вот где-то там сверху-снизу больше будет открывашка. И это позволит мне какой-то декор добавить рядом с фотографией. Где-то по бокам больше, где-то со всех сторон больше. Я вообще раньше так не делала, но по мне так смотрится более гармонично, что ли, более художественно, если так можно выразиться. И я всегда была в восторге от работы девочек с Крапуль, которые применяли вот такой способ оформления. И вот, наконец-то, я вдохновившись еще одним мастером, я решила попробовать такой способ. И да, действительно, это прям очень красиво смотрится. На этом все. Я показала вам, как примерно прикидываю странички, подложки. Я для каждой странички подобрала свои открывашки. Все нарезала, подготовила и пошла все прошивать. Ну, все, фотографию пошла к подложкам пришивать. Но это будет уже, я покажу все в следующей части. Всем спасибо за внимание и пока-пока.